Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем серию роликов с выставки Baxi Expo. Поехали! Ну а сейчас представители компании Stihl и компании Kermi расскажут о своих стендах. Здравствуйте! Меня зовут Шмараков Максим, представитель группы компании Stihl, завод-изготовитель непосредственно. На нашем стенде сегодня здесь представлены инновационные инверторные стабилизаторы Stihl серии Instap и также онлайн-источники бесперебойного питания. Инверторные стабилизаторы на сегодняшний день по своим техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, в принципе. А источники бесперебойного питания мы адаптировали непосредственно для системы отопления. Например, малая мощность ИБП 250 Вольт Ампер, 200 Ватт. Позволяет подключать индивидуальный газовый котел со встроенным циркуляционным насосом и устанавливать в корпус непосредственно аккумуляторную батарею до 40 Ампер час. Соответственно, при нагрузке до 200 Ватт время автономии порядка двух часов. Ну, соответственно, меньше нагрузки, если берем котел 100 Ватт, то это порядка трех часов. Более мощные модели 500 Вольт Ампер, 400 Ватт позволяют подключать внешние батарейные блоки, достигать времени автономии до трех часов при нагрузке 75%. Также можно подключить внешние аккумуляторы до 100 Ампер час, потому что встроенный ЗУ 5 Ампер. Приблизительная цена, вот 250 Ватт. 250 Ватт, сейчас, прошу прощения, цена розничная. Порядка 15 тысяч, 500 модель 17850, точная розничная цена. Вот, 1000 Вольт Ампер, 900 Ватт, 19850. Ну, также позволяет либо встроенные аккумуляторы, либо внешние батарейные блоки подключать. Получается, у нас ко всем можно подключить внешние батареи? Да, ко всем, в том числе даже до 250-й модели, непосредственно разъем. Правда, здесь встроены ЗУ 3 Ампера, то есть чуть-чуть поменьше будет емкость, не до 100 Ампер час. Рекомендую ограничиться с 60, но при этом время автономии там тоже будет 3-4 часа. А здесь модель инверторного стабилизатора, 6 кВт Ампер, 5,2 кВт. Например, можно устанавливать на дом, пофазно, на 3-фазы, если нет трехфазной нагрузки, ну, вот, либо на одну фазу. По младшим модели универсального исполнения, как правило, они имеют спрос в телекоммуникационном сегменте, то есть он устанавливается в стойку. Этот же универсальный либо на пол, либо, опять же, в стойку. И самая распространенная модификация, это 3 модели 6 КВт или 3 модели 8 кВт Ампер, 7,2 кВт, устанавливаются на дом. Ну, также, например, гостиничные комплексы могут спрашивать такие модели стабилизаторов. На полный вариант ИБП, если нет возможности, допустим, повесить такую модель на стену, ну, то есть по месту. Ну, скажем так, в принципе, чуть-чуть в другом исполнении, а эффект тот же. Да, суть абсолютно та же, да. В принципе, мы производим только топологию онлайн, ИБП, и, соответственно, стабилизаторы тоже по топологии онлайн. Ну, в принципе... Ай-яй-яй. Ну, спасибо вам большое. Да, здравствуйте. Меня зовут Сергей Ломов. Я представитель компании Керми. На мероприятии Baxi Expo мы поддерживаем наших партнеров и представляем систему отопления немецкого производителя Керми. На данном стенде мы представляем наши, ну, как бы, топовые позиции, да, которые хорошо зарекомендовали себе на российском рынке. Это стальные панельные радиаторы Керми, вот, и внутрипольные конвекторы. Эти отопительные приборы используются как в частном домостроении, так и в многоквартирных домах, ну, в закрытых системах отопления. Отличительными особенностями наших продуктов, да, там является, во-первых, хорошее качество, то есть наши приборы имеют достаточно большую мощность, вот, они отлично выглядят. Вот, это наша, ну, может быть, сказать, последняя новинка, да, то есть это радиаторы серии Line, то есть где лицевая панель, она не профильная, как вот стандартная, как мы все привыкли видеть, да, а вот линейно профилированная. То есть элементы дизайна мы добавляем вот уже в наши стандартные продукты. Также здесь представлена высота радиатора 200 миллиметров. Это для тех случаев, когда используется помещение с окнами в пол, либо с так называемыми французскими окнами, да, где нет возможности, например, там, либо там с низкими подоконниками, где нет возможности поставить радиаторы стандартной высотой, там, 300, там, либо 500 миллиметров, да. Я понимаю, варианты монтажа, как бы, в напольном исполнении, как? Да, здесь мы как раз показываем, как бы, варианты, мы здесь показываем варианты, действительно, именно как напольное исполнение, да, то есть на ножках. Вот, если посмотреть сзади, это, собственно, как бы, ну, это именно для напольного исполнения. Точно так же данные радиаторы можно повесить, как бы, к стене, вот, ну, как стандартные, например, на, ну, нечто подобное, вот, на такие вот монтажные, монтажные планки, да, вот. То есть, отличительной также особенностью радиаторов термия является запатентованная технология, да, запатентованная технология терм-x2, которая обеспечивает последовательное протекание теплоносителя по панелям радиатора. Что это значит? Теплоноситель сначала подается в переднюю панель, проходит целиком и полностью по ней, потом уходит в заднюю панель. Что это дает? Это дает, что максимальная теплоотдача именно идет в помещение, а задняя стенка является как тепловым таким вот барьером. То есть мы стену не греем и максимальное тепло уходит именно в помещение. Ну, и, соответственно, там конвекционная составляющая, она также имеет место быть. Вот, поэтому посетители Бакси-экспо в рамках сегодняшнего двухдневного мероприятия могут к нам подойти, пообщаться, задать вопросы, пообщаться с нашими торговыми представителями, да, вот. И, собственно, задать те вопросы, которые их могут интересовать. Спасибо большое заинтересно рассказать. Да, вот, все, большое спасибо. На сегодня на этом все. До встречи в следующих роликах.